Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, мой муж употреблял психотропные вещества, по его словам, два раза в месяц. В мае был сильный скандал. Я хотел уйти, он умолял остаться, он сказал, что употреблять не будет. Недавно мы поссорились, он закрылся с ребенком и отдал его только с полицией. Я ушла из этих к маме. Его родственник сказал, что он, то есть муж, употреблял неоднократно у него дома. Муж сознался говорить, что после последнего раза у него чуть не остановилось сердце, он все понял и тяги у него нет. Я рассказал о своей его маме, а также его брату. Предлагал ему поехать лечиться. Его родственники не понимают серьезности проблемы и говорят, что бросит сан. Стоит ли возвращаться к нему, он работает, социализацию не потерял. Говорила со знакомой, работает в реп-центре, она говорит, что сами вылезают единицы. Аноним, а почему вы думаете, почему вы думаете, что мы можем вам подсказать? Почему вы думаете, что мы вам сможем подсказать, стоит ли возвращаться к нему, я так понимаю, да, об этом идет речь? А почему вы думаете, что мы вам подскажем? То есть, ну, откуда у вас вот такая мысль, что мы вам, ну, не знаю, как-то вот будем подсказывать, да? То есть, если вы так считаете, то хотелось бы как-то вот понять ваши, ну, ваши аргументы, на что вы опираетесь, грубо говоря. Вот, потому что я, честно сказать, на данный момент пока не очень могу представить себе, почему вы решили, решили, что мы, например, лучше знаем, как вам жить. Вот. Мы совершенно не знаем, как вам жить. Мы совершенно не знаем, как лучше будет для вас на самом деле. То есть, вам, конечно, все говорят, ну, вам, вероятно, вот, как раз, все скажут, что нужно уходить от человека, да, нужно, там, ну, по-любому его бросать и так далее. И это, ну, это, точка зрения, она имеет, имеет право на существование. Она имеет право на существование. Но, почему вы думаете, что мы знаем? То есть, если вы спрашиваете нас, то мне бы хотелось понять, на что вы опираетесь. Вот. Не кажется ли вам, что вы таким образом переносите ответственность за свою жизнь на нас? Не кажется ли вам, что вы перекладываете таким образом свою, ну, вот, свою ответственность за вашу жизнь на нас? Думая, или вот, как-то, не знаю, предполагая, да, что мы можем знать лучше. Это первое. А что хочется обратить внимание? А, второе. А, если вы ссоритесь со своим мужем, вне зависимости от того, есть у вас есть у вас для этого основания, или нет у вас для этого основания, да? Ну, каких-то я имею в виду, каких-то, ну, объективных, более-менее, оснований. Ну, вот, что совершенно точно, что в отношениях у вас есть какие-то проблемы. Совершенно точно, что есть проблемы. И эти проблемы в любом случае, в любом случае, эти проблемы нужно решать. В любом случае. Абсолютно. Абсолютно в любом случае. То есть, понимаете, вопрос стоит не в том, стоит ли вам возвращаться к нему или нет. Вопрос в другом. Вопрос в том, какие у нас проблемы с, эээ, ну, вот, с мужем. И как я, например, готова или хочу с своей стороны допустим меняться, чтобы не делать вклад в конфликт. Чтобы с моей стороны не было ну, конфликт. Вот. Вот на это вам нужно обратить внимание. Само собой, что вы описываете вещи, ну, совсем неприятные. Да? само собой, что вы описываете, ну, некоторую, некоторую зависимость, как бы, человека, да, от психотропных веществ. Вот. вот. И с этой точки зрения, поскольку он является зависимым, то вы являетесь созависимым партнером. Вот, если вот, ну, с такой позиции на это смотреть, да, и вам нужна психотерапия для созависимых. Но согласны ли вы на это, например? То есть, согласны ли вы работать над собой, работать над собой, или вы, например, думаете сейчас как-то только о том, чтобы человеку, ну, помочь, да, чтобы человека спасти. Вот. Вот какой момент, на мой взгляд, важен. Потому что, если вы думаете, если вы рассчитываете только на то, чтобы ему помочь, если это, ну, по сути, единственное, что вас заботит в помощи. Вот. Что я думаю, что довольно мало в таком случае шансов на то, что ну, вот что ну, что что-то получится. Вот. Я думаю, мало таких, мало шансов. Потому что там мужчина всегда будет чувствовать, мужчина всегда будет ощущать, мужчина всегда будет таким образом знать, что вы хотите, что вы готовы ему помочь. И, соответственно, он не не будет ощущать стимула, он не будет ощущать желание, что поделать, он не будет ощущать необходимости меняться. Вот. к сожалению, именно поэтому, именно поэтому то, что то, что вы описываете, да, называется созависимостью. потому что происходит как бы спасение человека ценой, ну, вот так скажем, собственного какого-то, значит, здоровья, собственных каких-то сил, да, собственных, вот, каких-то ресурсов. Вот. И, в общем и целом, это, пожалуй, является здесь самой такой, вот, серьезной проблемой. Поэтому спасать человека и заниматься спасительством это быть в никуда. Посмотреть на то, какой вы вносите, ну, вот, вклад, в то, что ну, для вас, вот, стала возможной такая ситуация, такая история очень важно посмотреть, да, как-то вот поисследовать этот, поисследовать этот, этот момент, посмотреть, поисследовать этот аспект, очень важно, чтобы вы как-то вот сами, ну, для себя смогли бы вот с этим определиться, да, чтобы вы сами могли бы с этим разобраться. Вот. И, когда вы говорите, например, о том, что хотите к нему вернуться, то очень важным моментом здесь является то, к чему именно вы хотите вернуться. То есть, к чему вы стремитесь вернуться? К чему вы хотите вернуться? собственно. Что в этом смысле вас тянет, что в этом смысле вас притягивает? Вот. Что в этом смысле вас привлекает, да, то есть, к чему вы стремитесь, собственно? говоря. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Вот. Потому что, потому что вы скорее всего это пропускаете. Пропускаете вы именно то, чего вы хотите. пропускаете. Пропускаете вы именно то, что для вас важно. Пропускаете вы именно то, к чему вы тяготеете. Как раз. Понимаете? Понимаете, да? Вот это, как мне кажется, очень важная штука. на которую нужно обратить вам свое внимание. меня. Сейчас вы к моему большому сожалению, напоминаете потерянного человека. вы сейчас как будто бы потеряны. И я понимаю, почему я ни в коем случае вас не обвиняю, я не стал бы вас обвинять ни в чем. но просто хочется вас спросить. Хочется вас спросить. А чувствуете ли вы, замечаете ли вы, что вы потеряны. То есть, ну, отдаете ли вы себе в этом отсчет? Прямо сейчас, что вы потеряны? Или нет? или нет? Либо же для вас сейчас самое главное помочь вашему мужу, спасти его, сделать что-то, чтобы он, чтобы он, чтобы он начал как-то вот над собой, ну, чтобы он начал как-то меняться. Вот. Вот на какой момент я бы хотел обратить ваше внимание. Потому что здесь обязательно нужно сказать о том, что в случае, если если, вот в случае, если вы так делаете, то есть, в случае, если вы ну, заботитесь только о том, чтобы человеку помочь, да, и так далее, вот в этом случае. я боюсь просто я боюсь просто что в этом случае будет сложно вам ну, оказать помощь, да, потому что вы будете думать только о нем, да, как-то вот, вы будете думать только только о мужа, и все. То есть, больше вы думать ни о чем не будете. то есть, то есть, в чем вот как раз заключается довольно серьезная проблематика, это в том, что человек, вот он как-то забывает про себя. то есть, человек забывает про себя, человек думает только про зависимого, и именно поэтому собственно, ну, отсюда, точнее, отсюда, от этого как раз. происходит происходит термин значит, ну, отсюда и происходит термин созависимости как раз. Вот. Понимаете, да? Ну, какая история? которая. Вот. Поэтому конечно, здесь вот есть вот такие нюансы, на которые я бы хотел обратить ваше внимание, чтобы вы об этом, ну, подумали, да, чтобы вы как-то вот постарались поисследовать данную проблематику. Вот. И, может быть, уже как раз после этого, да, решили бы что вам делать дальше? Самостоятельно? Сами? Не спрашивая у психолога. Но с психологом работаем над проблемами. Вот. Которые объективно есть, да? Вот. Которые объективно присутствуют. имеют место быть. Вот. И, соответственно, уже из этого выводя то, что вам хотелось бы. Вот. То, что вам хотелось бы. Вот. То, что вам хотелось бы. то, чему вы отдаете препятствения, то, чему вы отдаете свой приоритет и так далее. то, что вам нужно в этом смысле определиться просто с тем на что вы нацелены. Вот. и, собственно, 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 говоря, собственно говоря, продвигаться интересно. Вот и все. Ну, как мне видится. Как мне видится эта ситуация. Если у вас имеют ну, имеют смысл вместо быть травмой, да, если у вас нет места быть обиды на, допустим, вашего мужа и так далее, да, вот, то с этим тоже имеет смысл работать. А с этим тоже имеет смысл разбираться, потому что понятно, что само по себе это никуда не уйдет, никуда не денется и ну, будет вас вот в той или иной степени все равно беспокоить, будет в той или иной степени все равно вас тревожить, будет в той или иной степени все равно вас как-то отравлять, да, будет в той или иной степени все равно вам мешать. Вот, поэтому от этого никуда не деться и избегать от этого, вот, не имеет никакого смысла. Важным моментом является то, когда муж, вот, увлекся. Да, веществами, то есть, ну, это было, скажем так, в период вашего, как бы, ну, брака, да, или это было до как-то, ну, до брака данного. Вот, или это было как-то вот, ну, это было уже в браке с вами. Вот, это очень важно, потому что, а, потому что, а, может быть, вы сами того не желая, да, как-то вот, ну, поспособствовали, а, тому, что с вашим людям стало происходить. Вот. Ни в коем случае не обвиняю вас, еще раз повторю, я знаю, что, ну, уверен, знаю, что вы, там, ничего плохого не хотели и так далее, но вот очень часто, к сожалению, бывает такая история, что люди, вот, находясь в, ну, отношениях и сталкиваясь с... с определенными проблемами, а, значит, эти люди, они, как раз-таки, вот, начинают искать, вот, ну, отбывшему такую, вот, можно сказать, в веществах. Вот. Ни в коем случае это не одобряю и не оправдываю, да, ни в коем случае. Ну, как бы, правда, правда есть правда и от этого никуда не деться, вот. Поэтому тут нужно смотреть на эти вещи, ну, максимально грамотно, максимально презво, максимально объективно. Вот, по крайней мере, по крайней мере постараться это сделать, вот, даже несмотря на то, что это может быть тяжело и может как-то, ну, разрушить, например. Допустим, то, что вы, ну, могли бы, там, ну, о себе, о себе самой думать. Вот. Так что, тут вот такой момент. То есть здесь вот самое болезненное для вас то, что, признавая факт наличия проблемы, вы признаете, что вы не такая, не совсем такая, какой, ну, какой себя, например, там, допустим, представляли, да, то есть не такая, какой вы о себе думаете или думали. Ну, вот, это всегда болезненно, вот, и дабы это не было для вас вот так, например, травматично, да, очень желательно, чтобы вы были не одна, чтобы вы были, значит, со специалистом и чтобы вот вам была оказана помощь. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам нажать на с собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!